Приветствую друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Громбал, это 74 выпуск новостей о Сабнатике Беллоу Зеру. Именно о той игре, которую мы вместе с вами уже прошли, закончили, увидели финал и концовочку игры. И казалось бы, о чем можно еще рассказывать, но нашлась интереснейшая информация. В этом ролике, во-первых, я вам расскажу, как собственно делся этот финал и концовочка игры, покажу его раннюю сырую версию, а также покажу полностью альтернативный конец, который мы могли бы с вами увидеть еще в первой предыстории или даже, возможно, в релизе. Но разработчики почему-то решили его изменить, и то, что мы увидели, кстати, можно увидеть по всплывающей подсказочке вверху экрана. Кто не смотрел, собственно, наше прохождение, может сейчас это сделать, а также увидеть, чем игра, собственно, заканчивается. Но не будем тянуть кота за причиной места, давайте начнем. И посмотрим, как, собственно, разработчики и делали этот финал. Итак, друзья, начнем, как я и обещал, с того, как, собственно, разрабатывался финал и концовочка игры. В принципе, вы видите сейчас ранние кадры сырой версии нашего финала. Как это все делать, здесь еще присутствовал терминал. И самое главное, хочу поблагодарить небольшой англоязычный канал The Unknown. У него всего 68 подписчиков, но за такую информацию, я думаю, должно стать ребят побольше. Именно он каким-то чудом смог разблокировать эти ранние версии, вытащить из игры. И, собственно, дал свое разрешение, чтобы я вам их показал. Поэтому, друзья, ссылочка на этот канал англоязычный будет в описании. Отблагодарите, подпишитесь на автора канала. Окажем ему такое содействие за вот этот финал игры. Что ж, в принципе, здесь все, как и в нашем финале. Сразу появляется Алан, активирует портал. Ну, в принципе, времени он нам подумать не дал. И дальше мы переходим к финальным уже кат-сценам. Разговариваем с Аланом. И, как вы помните, здесь уже должна начаться помощь, собственно, архитектору. Он просил нас в оригинале помочь ему построить колонны. Также самым мгновенно как-то перемещается очень быстро. Хотя, в принципе, в той законченной версии он телепортировался. Самым первым делом смотрим, что он там клацает, да? И, по идее, сейчас, да, правильно, должны появиться врата. Появляются те самые телепортационные врата. Посмотрим, они должны будут открыться. Ну, по крайней мере, так у нас было. Вот так они состоят. Ну, в принципе, как вы понимаете, здесь все еще сыро. Нет всех прорисовок, свечения, анимации. Но очень похоже, конечно, на ту финальную версию, которую мы вместе с вами увидели. Опять же, разговариваем с Аланом. В нашем уже законченном финале он нам был два, дал манипулятора. Вот таких, которые левитировали и присоединились с каким-то чудом к нашему телу. Здесь же посмотрим, это произойдет или это не произойдет. Нет. Он сам бросился бежать, получается. Да. Видите, мы ему не помогали восстанавливать колонны. Это уже появилось, собственно, в последней законченной версии. Здесь он просто как Иисус возносится над поверхностью. И начинается тот волшебный процесс, я бы сказал, постройки именно корабля. Вот так вот, мгновенно появился. Конечно же, это не так зрелищно выглядит, как, собственно, уже в законченной игре. Но вот так вот это все делалось и реализовывалось. Так, ну здесь все время автор пытается с помощью мод-режима посмотреть, выйти, как все это дело выглядит со стороны нашей героини. А как вы видите, вот так вот Робин выглядела еще в ранних версиях игры. И дальше она должна была подняться, собственно, в сам корабль. И вот это, собственно, и случилось. Анимации уже тогда были сделаны. Алан здесь просто впаян в корабль, получается. Он с ним слился, сроднился. Мы становимся за штурвал. И, собственно, уже направляемся к тем самым фазовым вратам. Которые уже были активированы. Здесь с ними еще происходит какая-то активация, как вы видите, собственно, по анимации, по бокам экрана. Ну и, собственно, уже дальше пойдет настоящая последняя катсцена, где мы увидим даже города архитекторов. Правда, здесь этого не видно. Конечно же, эти ранние сырые разработки. Вот еще прыжок в следующие врата. И корабль постепенно, постепенно, конечно же, набирает скорость. Ну а итог мы, собственно, увидели с вами вместе в предыдущей серии по окончанию выживания. Но это, друзья, еще не самое, конечно, главное, что я хочу вам сегодня показать. Это, скажем так, такая затравочка. Хотя, в принципе, вот эта версия появилась намного позже, чем уже готовый изначальный альтернативный вариант. А вот это уже то, ради чего мы вместе с вами здесь и собрались. Изначальный, первый, альтернативный вариант. Что здесь случилось? Это информация... Повреждение святилища. Доступ активирован. Мы должны двигаться. Джево не здесь. Пожалуйста, садись в корабль для эвакуации. Я уже в дороге. Ну, как вы помните, друзья, эти все диалоги были в первой оригинальной истории. Именно той истории, которая не вошла, получается, в оригинал, уже в релиз игры и была создана первым сценаристом Томом Юбертом. Как там был построен сюжет, как, собственно, мы проходили его, вы можете посмотреть в первой предыстории на канале. Это тоже вы можете сделать по отдельной ссылочке во всплывающей подсказке. Пересмотрите, чтобы узнать, чем, собственно, игра и, самое главное, сюжет отличался. И вот это, концовочка и финал, должно было стать окончанием той игры еще первой версии. Поэтому, я думаю, конечно же, мы не увидели в релизе. Но большое спасибо еще раз каналу The Unknown. Именно он каким-то чудом смог разблокировать и показать нам это чудо. Почему это не сделали где-то в отдельном видеоразработчике, я не знаю. Здесь постоянно идут какие-то логи. Это говорит о том, что наша, собственно, Робин должна была общаться с архитектором, что-то ему говорить. И, конечно же, он должен был ей объяснять, отвечать что-то. И те самые фазовые врата появляются уже на горизонте. Появляются, открываются и, конечно же, должны были активироваться. Все это сделал Аллан. И, как вы видите, локация отличается. А отличается потому, что, друзья, это тот самый горный комплекс, который был еще до переделки. До переделки новым сценаристам, локаций и сюжета. То есть, это все-таки первая предыстория. И поэтому, скорее всего, мы этого всего и не увидели, к сожалению. Что ж, смотрим, что будет дальше. После того, как Аллан разберется со своими манипуляторами и что-то там наклацает. Так, есть центральный слог. Мы таки нажимаем и активируем. Что-то должно произойти. Наблюдаем за Аллан. Как он танцует всеми копытами просто. И шилд деактивает. Как вы помните, друзья, в первой истории была еще и заморочка, связанная с планетарным щитом. Щитом, который покрывал всю планету и не давал сигналу пробиваться на станцию Весбор. Ну и, конечно же, не давал никаким объектам покинуть или приземлиться на данную планету. Аллан деактивировал, или, точнее, мы вместе с Алланом деактивировали этот планетарный щит. И теперь уже преград, я так понимаю, нет. Мы перемещаемся к кораблю вместе с Алланом. И посмотрим, что здесь у нас. А здесь у нас, друзья, два Аллана. Целых два Аллана. Один уже готов и стоит за штурвалом. И, в принципе, в этой концовочке мы кораблем не управляем. И посмотрите, кто появился. Вот такого точно не было в том финале релизе, который мы увидели. Просто какой-то появился корабль. Причем, я думаю, совсем недружелюбно к нам настроен. Потому что посмотрите на его вооружение, которое направлено именно на нас. Здесь идут, конечно же, логи. К сожалению, мы не знаем, о чем они там разговаривают. Но можем догадаться, что точно недружелюбно к нам настроены. А здесь уже кто-то появляется и начинает какие-то манипуляции и что-то делать с этим кораблем. И судя по универсальному, а точнее крутому костюму крабу, это, конечно же, друзья, я думаю, Маргарет Мейда. Как вы помните, это наемник со специализированной подготовкой. И только она это могла сделать. Я думаю, что она именно уничтожила этот корабль. Ну или, по крайней мере, что-то сделала с пилотами, чтобы он просто упал. А затем он снова взлетел. И я думаю, что сейчас именно в нем, за штурвалом, находится та самая Маргарет Мейда. То есть она разобралась с пилотами неизвестного корабля, который пытался нам помешать улететь с планеты. Сама уселась за штурвал и, наверное, на этом же корабле куда-то и улетела. Возможно, с этой планеты. Здесь мы видим, друзья, лицо. Кто не знает, это главный креативный дизайнер Чарли Кливун. Именно он отвечает за вот, собственно, Сабнатику, первую часть Сабнатику Белого Зерву. Я думаю, вся команда в благодарность ему за такую вот творческую, креативную поддержку решила создать ему вот такое приятное чудо. Не уверен, что это бы вошло в последнюю финальную кат-цену, если бы эта версия финала приняла бы уже финальное значение в игре. Возможно, это было чисто на уровнях разработки. Смотрим, что произойдет, друзья. Дальше, дальше Алан куда-то просто исчез. Ну и, собственно, наш герой с канала The Unknown выходит из тела, чтобы посмотреть, кто и что и где с кем случилось. А вот, друзья, тот самый корабль, который изначально хотел нас то ли атаковать, то ли не давал улететь с этой планеты. Посмотрите, логотипы Сабнатика, судно сделано классно, прикольно и точно такого мы раньше ни в первой части, ни в Белого Зерву не видели. Значит, автор решил здесь полетать еще, выйти из тела и полетать и посмотреть, что, собственно, здесь происходит. Он перемещается к аванпосту 0, чтобы посмотреть, какие есть еще изменения в финале и релизе игры. И что он, друзья, видит? Две спасательных капсулы. И остается вот вопрос, я сейчас вот рассматриваю это все дело, пытаются сделать день, чтобы было видно, они взлетают или, наоборот, приземляются на планету? То есть, кто это может быть? Это может быть мы с Алланом, Робин с Алланом, а, возможно, кто-то другой, возможно, Маргарет Мейда или с теми пилотами, которые телепортировались. Ну что, друзья, какие у вас впечатления о финале, о его ранней версии и особенно об альтернативном варианте? Какой вам понравился больше всего и какой бы вы хотели увидеть в игре? Правильно ли она заканчивается или все же нужно было сделать вот такой вот альтернативный вариант? Все ваши мнения напишите, конечно же, в комментариях. И не забудьте, что скоро на канале будет розыгрыш игры, как и много другой интересной информации о Сабнатике, Сабнатике Беллоу Зеру и другим интересным играм. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, комментируйте. И, конечно же, до скорой встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok